Хабиров начал эту оперативку с того, что он объявил о подписании указа о выделении дополнительных денег семьям мобилизованных по 20 тысяч рублей получат семьи, как Хабиров сказал, к Новому году, чтобы можно было купить какие-то подарки. Не очень понятно, почему такая отдельная избыточная забота возникла, ведь, в общем-то, обещано платить по 195 тысяч денежного удовольствия в месяц, причем, как я слышал, эти деньги должны платить вперед за следующий месяц. Соответственно, в принципе, наверное, с деньгами у семей мобилизованных особых проблем быть не должно. Но, тем не менее, Хабиров, как он сказал, изыскал деньги, нашел их. И вот дальше как-то он путанно долго объяснял, что это его деньги, не его деньги, совсем не его деньги, деньги мобилизованных. То есть не очень было понятно, но из бюджета он выплатит до 26 декабря по 20 тысяч рублей. Мы посчитали деньги. Довольно большое количество будет. То есть это именно к Новому году, подчеркиваю. Надеюсь, это важно. Это наши воины, благодаря им эти деньги придут их семьи. Значит, что в этой связи я попрошу. Мы с Леонардом Хакимовичем это долго обсуждали. Я попрошу, чтобы крайний срок доведения денег, и об этом, Леонард Хакимович, вы отчитаетесь, 26 декабря. 26 декабря, Михаил Николаевич, пометьте, пожалуйста, в ходе ВКС Леонард Хакимовичем доложите о том, что все деньги получателям доведены. Понятно, могут быть какие-то нюансы, но не единичные. У кого-то там документы и так далее. Это первое, второе я просил. Третье, что я просил, не мучайте людей, пожалуйста, тасканием справок. Мы это тоже обсуждали. В одно, но зашел, единственная, наверное, справка, которая можно, и это я прошу, Александр Евгеньевич, контролировать, чтобы не просили там на местах. Единственная бумага, наверное, с военкомата справка нужна будет. Так ведь? Вот ее надо донести, если ее нету еще там в их личной карте, и сделать, и чтобы они просто, эти деньги быстро упали на счет. Вот такое решение мы и приняли. Самое главное сейчас хорошо, пожалуйста, администрируйте. Первым вопросом оперативного совещания, как обычно, был обзор проблематики обращения граждан к правительству и к Хабирову. В этот раз судьба избавила нас от компании Прочаковской. То есть ее не было на совещании, и слава богу, мы немножко отдохнули от ее неприятного голоса. И доклад на эту тему делал Дмитрий Черенков, заместитель Прочаковской. Дмитрий сообщил нам о том, что на 25% снизилось количество обращений граждан в адрес правительства и в ЦУР. Порядок по значимости этих обращений мало менялся, но вопросы по медицине перешли на второе место с четвертого. На первом месте все еще дороги. Далее идет третье место благоустройства, ЖКХ, соцобеспечение, транспорт. Мобилизация уже на седьмом месте, практически никого не интересует. Строительство на восьмом месте, на девятом образовании, на десятом мусор и складирование твердобытовых отходов. И отдельно Черенков обратил внимание на то, что все-таки сохраняется огромное количество жалоб и претензий к здравоохранению. И основная проблема – это невозможность записаться к врачу в поликлинику, в больницу. Ну, собственно, в переводе на русский язык с чиновничего это говорит о том, что медицина в Республике Башкортостан большому количеству людей недоступна. То есть человек заболел и не может записаться к врачу. А не записался к врачу – к врачу не попал, ни при каких обстоятельствах. То есть вот основное недовольство граждан – это невозможность записаться к врачу и неубранный снег во дворах и в проездах на дорогах. Ну, собственно, эта претензия в основном адресована к крупным муниципалитетам. Это Уфа-Стерель-Тамак, там, где дороги просто практически не чистятся. Имеется в виду проезды и тротуары. Мавлиев и мэр Стерель-Тамака абсолютно не считают нужным это делать. И вот большое количество жалоб. Ну, Черенкова слушать было несколько приятнее, чем Прочековскую. Если мы уж вынуждены слушать этот бред вот этого вот странного формирования под названием ЦУР, то вот мы слушали в этот раз Черенкова. Невольной звездой и мальчиком для битья на этой оперативке стал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин, который вторым номером выступил с характеристикой эпидемиологической обстановки в Республике Башкортостан. Он сообщил нам, что 337 108 человек в общей сложности переболели ковидом. В больницах находится 206 человек. 21% ковидных 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 свободны. Соответственно, как бы, но обстановка, в общем, по его мнению, в этом смысле стабильная и спокойная. Но интересную цифру назвал Рахматуллин. Он сообщил нам о том, что общее количество прививок в Республике Башкортостан стремительно приближается к количеству жителей в Республике. То есть, по его мнению, 3 479 000 человек сделали прививку от ковида. Хабиров, выслушав Рахматуллина, строго допросил его и выразил ему претензию по поводу вот этого информационного фона, связанного с невозможностью людей попасть в больницы и поликлиники. Хабиров напомнил Рахматуллину, что он все-таки министр. И он должен увольнять нерадивых главврачей больниц, где вот такая ситуация складывается. Ну, прямо Хабиров так ему сказал, вы же министр. В конце концов, там, начинайте увольнять людей, тех, кто не справляется, как выразился Хабиров. А что, кадровые решения какие-то? Кадровые. Принимайте, вы же министр. Принимайте, если кто-то не справляется, значит, надо убирать и все. Ну, не знаю, насколько подействует вот этот вот призыв, сколько главврачей будут уволены. В дальнейшем по ходу оперативки неоднократно еще возвращались к этому вопросу с медицинским обеспечением жителей республики. Далее последовал дежурный вопрос по ситуации в ЖКХ и на дорогах республики. Ирина Александровна Голованова рассказала нам, что у нее случилось три крупных аварии свыше 8 часов отключения тепла и электричества и 10 аварий с продолжительностью отключения этих ресурсов чуть меньше 8 часов. В целом, картина с обеспечением жителей теплом и электроэнергией в республике принимает характер очень угрожающий, на мой взгляд. В том смысле, что очень много и в разных местах республики отключается электричество и отключается отопление, а погода стоит действительно очень холодная. Судя по всему, Радий Фаритович неудачно накаркал не в ту сторону, в том смысле, что он там пожелал европейцам всех возможных неприятностей, невзгод, замерзания и отсутствия ресурсов. А в итоге все эти беды свалились на жителей республики Башкортостан. Судя по всему, его вангование как-то сработало не в том направлении. И Глино, Уфимский район, Булгаково, отключение электричества примерно на 7 и больше часов. В Нагаево вообще случилась какая-то большая проблема, если не сказать катастрофа. Даже пришлось организовывать пункты обогрева жителей в школе. Более 17 часов не было электричества и отопления в этом районе. И вот это четко характеризует то, как система ЖКХ готовилась к зиме. Судя по всему, инфраструктурные объекты подверглись только косметическому ремонту и восстановлению, потому что лопается везде и всюду. Практически в каждом районе республики Башкортостан фиксируются то там, то здесь крупные и мелкие аварии. В общем и целом, конечно, ситуация складывается печальная. Зима еще только началась. Еще впереди и весь практически декабрь, и январь, и февраль, и часть марта. Это будет тоже холодно. Не знаю, как будет дальше развиваться, но судя по тому, что до 70% инфраструктура ЖКХ изношена в ноль, тут, конечно, ждать чего-то очень хорошего нам не приходится. Обезглавленное Министерство транспорта и дорожного строительства было представлено все еще исполняющим обязанности министра Русланом Галимовым, который сообщил нам о том, что на минувшей неделе у него произошло 52 ДТП, в которых 58 человек пострадало и шестеро погибли. Общее количество погибших на дорогах Башкортостана на данный момент в этом году 384, и уже абсолютно точно это количество выйдет за указанную рамку в 400 человек. Так что план Ради Фаридовича исполнить не удастся. Возрастает число задержанных пьяных водителей. 12 135 человек за этот год, ну за 11 с небольшим месяцем года задержаны в нетрезвом виде. Я уже много раз говорил о том, что количество пьяных водителей в Республике Башкортостан какое-то запредельно высокое. Выслушав министра транспорта и дорожного строительства, Хабиров внезапно заговорил о выделенных 50 миллионах рублей, которые были из бюджета осигнованы на отсыпку дорог, ведущих к садовым товариществам. На 50 миллионов рублей должны были облагодетельствовать несколько СНТ поблизости от Уфы и, по-моему, еще в Тоймазах. В общем, Хабиров, судя по всему, получив результаты контрольно-ревизионных действий своего управления, контрольно-ревизионного, понял, что существенную часть этих денег попросту разворовали, как он, в общем-то, напрямую сказал. Мне дали картину того, что мы сделали. Мы выделили на садоводов в этом году первый раз, по-моему, 50 миллионов, да? Я говорю, 50 миллионов. Ну, нет ничего проще, на мой взгляд, 50 миллионов, значит, сделать на них отсыпку. Никто не просил у вас там асфальта и так далее. Контрольное управление выехало, посчитало. Там, значит, на 6 сантиметров меньше, там на десятки, там сотен и тысяч кубов, значит, меньше отсыпали. Вот даже с этих 50 миллионов, значит, куда-то прошло. Какие решения приняли? Сейчас проводим проверку. Встречались с подрядчиками, с заказчиками. Слушайте, я никогда не был вот такой сторонник. Вот все материалы, какие есть, оформляйте из-за вашей подпись в прокуратуру. Отправляйте. Отправляйте в прокуратуру. Если там уголовное преступление, пусть их сажают. Ненормативная толщина покрытия, ширина дорог и прочее, ну, то есть, люди очень сильно, как бы, сэкономили на том самом гравии, которым нужно было отсыпать эти дороги. То есть, по документам одно, на деле другое. Хабиров распекал Шильдяева, который отвечал за вот эти процессы. То есть, его ведомство должно было контролировать и обеспечить отсыпку этих дорог. Ведомство Шильдяева в очередной раз подтвердило нам свою никченность и неспособность справиться с такой достаточно простой, на самом деле, работой. То есть, это даже не асфальтированные дороги, это дороги без каких-либо сложных проектов, без каких-то сложных процессов, компонентов. Это всего лишь гравий, который вывозится и каким-то образом немножко разравнивается на грунтовой дороге. Так вот, даже там умудрились уворовать. То есть, Хабиров прямым текстом сказал, что там, если вот эти документы, если вот эти данные, которые ему предоставило контрольное резионное управление, окажутся где-то в зоне каких-то уголовных дел и какого-то уже хищения, а, собственно, как там еще может быть на самом деле, да, у Шильдяева, то тогда нужно, значит, передавать эти деньги в правоохранительные органы и начинать возбуждение уголовных дел. То есть, Хабиров был очень зол на это все. Действительно, элементарную, простейшую вещь господин Шильдяев взял и просто провалил. Ну, вот, как есть, так и есть. Четвертым вопросом оперативного совещания был вопрос о развитии жилищного строительства Республики Башкортостан. Давненько мы не видели исполняющего обязанности министра или там председателя Госкомитета по строительству Республики Башкортостан, господина Родина. Егор Владимирович сделал таки в этот раз у нас доклад. Но мы помним, да, что вместе с Хажином и Родин тоже должен был быть уволен 1 сентября 2022 года за то, что они оба не смогли построить школы в Новобулгаково, в Старом Сибае и в Инорсе. Но, тем не менее, чаша сия их миновала, несмотря на то, что мы там еще и майки им отправили Хабирову с требованием убрать этих товарищей, ну, с требованием выполнить свои обещания. Но, тем не менее, Родин сидит на своем месте, еще и делает бравурные доклады о жилищном строительстве. Значит, по плану в 2022 году он хочет сдать более 3 миллионов квадратных метров жилья в Республике. В 2021 году эта цифра составила 2 миллиона 906 тысяч квадратных метров жилья. Очень любопытно, что на данный момент, но на начало декабря 2022 года уже сдано в Республике 2 миллиона 473 тысячи квадратных метров. И интересна структура вот этих вот миллионов квадратных метров жилья. Индивидуальное жилое строительство, то есть дома, которые граждане построили сами себе своими силами за свои деньги, это две трети вот этой цифры. 1 миллион 664 тысячи квадратных метров. И только 809 тысяч квадратных метров это многоквартирные дома. То есть на самом деле промышленное строительство у нас только треть от того, что всеми правдами и неправдами господин Родин включает в статистику своего ведомства. То есть гордиться тем, что граждане построили 1 миллион 664 тысячи квадратных метров жилья, Родину здесь точно ни к чему, потому что он как минимум к этому вообще не имеет никакого отношения. То есть он как Министерство строительства к этому не имеет никакого отношения. Люди за свои деньги сами построили кто что смог. И вот треть это многоквартирные дома. На данный момент в республике Башкортостан действует 121 застройщик, которые сейчас возводят 247 многоквартирных домов. В основном это Уфа, Стерлитамак и немножко еще другие малые города. Отмечается отдельно и то, что на 27% снизился объем ипотечного кредитования в результате всех событий, которые происходят с нашей страной. Ну, как бы совершенно очевидно. Во-первых, ипотека взлетела по цене, она стала малодоступна людям, то есть ее перестали давать и так далее, и так далее. Вот минус 27%. А как известно, именно ипотека является основным драйвером, основным стимулирующим фактором для развития того самого жилищного строительства. Не знаю, как Родину удастся исполнить вот эти грандиозные планы в 3 миллиона квадратных метров на фоне падения ипотечного кредитования. Но по Уфе совершенно четко заметно, во-первых, абсолютно безумный рост цены на квадратные метры. Заметно, что количество строек сильно снизилось, их стало меньше. Достраивает в основном то, что начали раньше покупателей не очень много, потому что у людей реально упали доходы. То есть, так как цена на квадратный метр уже спокойно перешагнула в 100 тысяч Уфе, есть районы, где и 140-120 никого не пугают. Я не говорю про элитное жилье, то есть улица Ленина, там Энгельса, Свердлова и прочие вот эти райские уголки нашей столицы, там цифра давно уже 200 и больше тысяч за квадратный метр. За 140-120 тысяч можно купить один квадратный метр где-нибудь на краю Демы, в таком весьма скромном месте. Тем не менее, Родин имел наглость дальше бравурно заявлять об успехах собственного ведомства. Он нам рассказал о том, что по программе «Стимул» в Республике Башкортостан возводится 17 инфраструктурных объектов. Это федеральная программа, которая помогает создать инфраструктуру для дальнейшего строительства. И по этой программе Республике досталось 5,7 миллиардов рублей. Но тут я нисколько не сомневаюсь, что господин Родин активно участвует в реализации и освоении этих денег. Еще 19 миллиардов рублей получила Уфа и Нефтекамск на инфраструктурные бюджетные кредиты для тех же самых целей для возведения инфраструктуры, коммуникации и так далее. Ну, встречный вопрос, если так все замечательно и государство обеспечивает вот эти инфраструктурные решения для застройщиков и индивидуального жилищного строительства гражданам, почему же так все у нас с ценами на жилье плохо? Ну и, конечно же, господину Родину остается вопрос о том, что же там со школами. В Старом Сибае, в Новобулгаково и в Инорсе, как говорится, что плюнули-забыли? Насколько мне известно, на данный момент расторгнуты контракты с теми, кто строил школу в Старом Сибае, и, видимо, будут расторгнуты контракты по Новобулгаково. А вот судьба этих школ так до сих пор и неизвестна. Судя по всему, Хабиров остыл, понял, что, уволив двух министров школы, все равно не достроится. Он решил и Хажина, и Родина оставить на своих местах, ну и тем самым, конечно, злостно обманул нас, как жителей и как потребителей его информационных продуктов, всего этого безобразного правительственного пиара. Выслушав доклад Родина, Хабиров неожиданно вспомнил про обманутых дольщиков, о том, что в 1923 году должна быть окончательно решена проблема обманутых дольщиков в республике Башкортостан. Он лично это обещал Путину. Хабиров заявил, что надо бы почаще Гайсиной общаться с дольщиками. Вот тут было, правда, смешно. Там периодически вспыхивают, 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 значит, обращения граждан, они и мне пишут. Я считаю, что вы немножко перестали с ними общаться напрямую. Там, Затфиарев, а ну и вам надо бы почаще общаться с ними, потому что практически по всем домам у нас есть принятое решение. Это, насколько мне известно, и насколько я разговаривал с разными группами дольщиков на разных объектах. Гайсина, конечно, вызывает стойкое неприятие у этой категории граждан. И мало кто из них вообще, в принципе, готов с ней разговаривать, понимая, что она ничего не решает и только собственными, как говорится, интересами оперирует, вращаясь в правительстве. И, соответственно, ну, дольщики сделали уже однозначный вывод о том, что она им точно не нужна. И вот Хабиров все еще полагает, что она там, значит, что-то может сделать. Ну, кроме всего прочего, Хабиров почему-то уверен, что в республике Башкортостан на всех объектах, где есть обманутые дольщики, как он выразился, необходимое решение принятое. То есть, вот он абсолютно уверен, что все будет хорошо у всех. То есть, все получат либо компенсации, либо квартиры. На самом деле, с этим явно не согласны те, кто до сих пор не получил ни компенсации, ни квартир. А самое главное, не получил хоть какого-нибудь понимания, когда с ним это случится. ЖК Московский, Луч, ну и многие другие объекты. Это объекты, где понимания и ясности с этой ситуацией точно нет на данный момент. Завершили оперативное совещание на мажорной ноте. Геннадий Валентинович Разумикин поведал нам о внедрении системы электронного образования в республике Башкортостан. Ну, вообще, доклад был на двух докладчиков. Разумикин и Айбулат Хажин со стороны Министерства образования доложили об этом развитии и внедрении. Доклад, конечно, был грандиозным. То есть, если вот просто слушать и верить, то получается, что у нас вообще настолько все хорошо. Во-первых, мы впереди планеты всей, исключительно лучше всех в Российской Федерации. У нас появился портал электронного образования, где, по мнению господина Разумикина, аж 800 тысяч уникальных пользователей в год. Грандиозно. Единая электронная образовательная среда, тем самым была сформирована монтажником печатных плат из города Красногорска Разумикином. И создана, по сути, как он заявил, Башкирская цифровая школа, которая содержит на данный момент, опять же, по заявлению вот этого вот товарища, 900 электронных образовательных ресурсов. Создана единая система учета детей и нуждающихся семей. Миллион человек в республике пользуются электронным дневником и журналом. Ну и главным достижением вот этой вот Башкирской цифровой школы является, конечно же, появление виртуального электронного музея 112-й кавалерийской дивизии имени Гали Шеймуратова. Ну как нам в любой сфере народного хозяйства обходиться без генерала Шеймуратова, конечно, никак. То есть, в том числе, вот это главное достижение господина Разумикина. То, что у него получается, почти всегда не работает на самом деле, но, видимо, вот научился делать красивые доклады. Айблад Хажин, дополняя господина Разумикина, сообщил, что государственная информационная система «Моя школа» содержит цифровых помощников ученика и учителя, облачное хранение документов, библиотеки, чаты, дневник и журналы опять. То есть, вот такое ощущение, что дневник и электронный журналы – это главное достижение вот этих вот двух министерств. Ну и, конечно же, наша цифровая школа Башкирии содержит в себе некий этно-региональный компонент. Там и изучение башкирского языка, и башкирская география, и глобус Башкирии, судя по всему, тоже будет там изучаться. Ну, в общем, все вот это вот чудо. Однако, была, конечно, некая ложка дегтя вот в этой бочке меда. Также выяснилось, что так как Российская Федерация не производит электронного оборудования для оснащения интернетом отдаленных территорий, вот программа «Доступный интернет» на данный момент оказывается свернута. И в отдаленные районы республики, в малокомплектные школы, в дальние уголки региона интернет проводить перестали, потому что у нас тупо, простите, нету оборудования, которое мы раньше покупали за рубежом, а теперь в связи с тем, что натворил с нашей страной Владимир Владимирович Путин, в связи с этим, значит, у нас этих компонентов нет. Нам их никто не продает, сами мы их делать не умеем. Потому что цифровая башкирская школа создана, а вот интернета в некоторых местах нет. Хотя, понимая, что что-то сказанул лишнего, господин Разумикин тут же добавил Хабирову, что школы в республике Башкортостан на 100% оснащены интернетом. Потому что вот ваши доклады, ну, ваш доклад, я и Балат Вакиловича доклад, там он с базовых вещей должен начинаться, если в населенном пункте нет интернета, соответственно, все это там теряет смысл. Но мы договорились, по определенным крупным-то у нас в школах везде сейчас есть, так? Да, полностью, все школы 100% у нас имеют интернет. Не надо больше забираться на дерево и сидеть там, да? Нет, не надо. Нет, не надо. Тогда я не понял, о какой программе он говорил, которую свернули. И упоминание о том, что перестали тянуть интернет в дальние уголки, стало совершенно непонятным. Но, честно говоря, я вот ни на мгновение не поверил ни Хажину, ни Разумикину в том смысле, что это все вот так настолько великолепно, что другие регионы приезжают и перенимают у нас опыт. Ну, возможно, Алтайский край и какая-нибудь Хакасия, где доступность туалетов почти нулевая, может быть, и завидуют башкирским школьникам, но те школьники, которые не получат интернет благодаря санкциям в отношении Российской Федерации, наверное, понимают, что не все так замечательно у них, как описывает господин Разумикин. Ну, что есть, то есть. Безусловно, с интернетом будут большие проблемы в ближайшее время. И, соответственно, с этими всеми цифровыми чудесами, которые живописуют нам вот эти два чуда-богатыря башкирского правительства, с этими чудесами тоже будут определенные проблемы. Завершил оперативное совещание ради Хабиров повторные претензии к Министерству здравоохранения и к министру Рахматуллину. Он вернулся к вопросу о недоступности записи граждан в медицинские учреждения, и при этом выдал такую совершенно, на мой взгляд, гениальную мысль. Просто время от времени действительно Хабирова постигают светлые и правильные мысли. И в этот раз он заявил такую вещь, что катастрофа не в том, что нам много жалуются на то, что вот есть проблемы с медициной в Ашкирии, а катастрофа случится тогда, когда жители поймут, что жаловаться им бесполезно. Нет никакого толка от этих жалов. Мне откровенно говоря, коллеги, чтобы вы понимали, и вот наше управление социальной коммуникацией, я считаю, катастрофа будет тогда, когда нам не будут писать. Значит, они поймут, что, значит, бессмысленно сюда писать, ответа никакого нету и помощи нет. С другой стороны, хорошо, что нам пишут. Но раз нам пишут, значит, надо реагировать. Я поэтому говорю, я второй раз уже делаю замечание за это. Вы там отложите другие ваши дела, пожалуйста, и займитесь вот этим. Сами лично, пройдите все с главным или без глав, пройдите поликлиники, что происходит. Вот это действительно светлая мысль, которую наконец-то посетила и ради Фаридовича, потому что я, например, раньше говорил, что вот без такой власти население, в принципе, может обойтись некоторое время. А вот власть без этого населения сейчас обойтись никак не может. Ну, простите, а где они столоваться и питаться будут? Потому что люди, как известно, это новая нефть. И потому опасения Хабирова абсолютно обоснованы. Тут я абсолютно согласен с ним, что он должен бояться того, что он вдруг окажется не нужен этим людям, которые поймут, что и жаловаться, и обращаться, и просить что-то у этой власти, а тем более от нее требовать чего-то, абсолютно бесполезно. Потому что это какое-то одностороннее движение. То есть мы им платим налоги, а они нам делают что-то такое, на что мы потом начинаем жаловаться. В общем, Хабиров погнал Рахматулина по поликлиникам, потребовал, чтобы он лично прошел самые проблемные участки, самые проблемные муниципалитеты и города, решил проблему с записью к врачам, намекнул Рахматулину о том, что существует некая система фальсификации, учета и отчетности по поводу вот этих всех записей, правда, нам не раскрыл. Ну и, в общем, в конечном итоге Хабиров и его правительство ушли на закрытую часть совещания. Как он выразился, будем обсуждать важные государственные вопросы. Пробежимся в режиме закрытого заседания правительства по таким наиболее важным, острым вопросам, требующим нашего совместного, мне кажется, участия. Поэтому, Михаил Николаевич, повестка у меня есть, она мне вполне выстраивает. Я прошу всех подготовиться. Вот тут, конечно, было немножко обидно, потому что получается так, что все, что мы просмотрели, прослушали, это были неважные государственные вопросы, которые нам, как лохам и обывателям, значит, выдали на обозрение, а вот важные государственные вопросы они обсудят без нас. Ну, что есть, то есть. Время от времени нам просачивается информация о том, что происходит на этих закрытых оперативках. Если мы что-то узнаем, мы вам об этом обязательно сообщим. Субтитры создавал DimaTorzok